Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы обсудим пресс-релиз, опубликованный на сайте Министерства юстиции США, в котором говорится об аресте трех руководителей компании BitClub Network по подозрению в создании финансовой пирамиды. Майнинговые фермы Также информацию о майнинговом пуле BitClub Network раньше можно было увидеть на сайте Blockchain.info, что, в общем-то, подтверждало наличие майнинговых мощностей у самой компании. Правда, некоторое время назад уже эта информация больше не отображается. Последние несколько дней, когда я пытаюсь зайти в свой кабинет на сайте BitClub Network, то я вижу следующее сообщение, что услуги BitClub Network недоступны на территории Соединенных Штатов и Филиппин. И здесь как раз говорится, что если вы проживаете в Соединенных Штатах и Филиппинах, не присоединяйтесь к BitClub Network. Но дело в том, что я проживаю в Российской Федерации, и по сути я не могу войти в свой кабинет, потому что мне постоянно показывается вот это объявление. Хотя я живу в Российской Федерации, я не нахожусь ни в Соединенных Штатах, ни в Филиппинах, поэтому почему я не могу войти, вопрос интересный. Пожалуйста, напишите в комментариях, получается ли у вас войти в свой кабинет BitClub Network. На официальном сайте Министерства юстиции США опубликован следующий пресс-релиз. В левом верхнем углу вы видите надпись Министерства юстиции Соединенных Штатов и офис прокурора по округу Нью-Джерси. Прокручиваем вниз. Видно, что данный пресс-релиз опубликован вчера, 10 декабря. И, собственно, здесь идет текст сообщения, и я сейчас вам зачитаю это сообщение на русском языке. Итак, перевод пресс-релиза. 48-летнему Джабадии Синклер-Викс из Арвады, штат Колорадо, предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, а 49-летнему Джозефу Франку Абелю, штат Камарио, Калифорния, предъявлено обвинение в сговоре с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг. Гетчу был арестован в Колорадо, Викс во Флориде и Абель в Калифорнии. Все трое должны предстать перед судом в тех районах, где они были арестованы. Два обвиняемых остаются на свободе, и их личность не разглашается. В обвинительном акте говорится, что обвиняемые привлекали ничего не подозревающих инвесторов в сложный мир криптовалюты, сказал прокурор США Карпенита. То, что они сделали, представляет собой не более чем современную высокотехнологичную схему Понци, вовлекшую жертвы на сотни миллионов долларов. Работая с нашими партнерами по правоохранительным органам здесь и по всей стране, мы обеспечим привлечение этих мошенников к ответственности за их преступления. Арестованные обвиняются в применении тщательно продуманной тактики, чтобы заманить тысячи жертв обещаниями получить большую прибыль от инвестиций в майнинг биткоинов, популярный метод заработка на криптовалюте, сказал Пол Делакюрт, помощник директора, отвечающий за местный офис ФБР в Лос-Анджелесе. Обвиняемые предположительно заработали сотни миллионов долларов, продолжая привлекать новых инвесторов в течение нескольких лет, при этом живя на широкую ногу. В сегодняшнем обвинительном заключении говорится, что обвиняемые были вовлечены в сложную схему Понци на сотни миллионов долларов, в которую были привлечены инвесторы по всему миру, сказал Джон Таффор, специальный агент отдела уголовных расследований налоговой службы в Нью-Арке. Это была классическая афера, организованная онлайн, давали сложные обещания больших доходов от инвестиций в добычу биткоинов. Отдел уголовных расследований налоговой службы в Нью-Арке продолжит сотрудничество с нашими коллегами, в том числе с руководством федеральных налоговых органов, в расследовании и привлечении к ответственности киберпреступников. Согласно материалам расследования по этому делу и заявлениям, сделанным в суде, с апреля 2014 года по декабрь 2019 года, ответчики управляли сетью BitClub Network, мошеннической схемой, в рамках которой требовалось получить деньги от инвесторов в обмен на акции предположительно криптовалютных майнинговых пулов, и вознаграждение инвесторов за привлечение новых инвесторов. Гетчи, Викс и другие сговорились привлечь инвестиции в сеть BitClub Network, предоставив ложные и вводящие в заблуждение цифры, согласно которым инвесторы BitClub получали доходы от майнинга биткоинов, якобы полученные от пула добычи биткоинов в сети BitClub. Гетчи говорил со своими сообщниками, что их целевая аудитория будет тупыми инвесторами, называл их овцами и говорил, что строят всю эту модель на спинах идиотов. Гетчи приказал другим манипулировать цифрами, представлявшими собой доходы от майнинга. Например, в феврале 2015 года Гетчи приказал другому сообщнику увеличить ежедневную прибыль от майнинга, начиная с сегодняшнего дня на 60%, на что сообщник возразил, что в этом случае система превращается в пирамиду, но, конечно. В сентябре 2017 года Гетчи отправил письмо другому сообщнику, в котором предложил BitClub значительно уменьшить доходы от майнинга биткоинов, чтобы он мог уйти на покой очень богатым. Викс в июне 2017 года послал имейл Гетчи и другому заговорщику, в котором он отметил, что BitClub продает инвесторам доли, а затем не покупает на эти деньги майнингового оборудования, и это было неправильно. Гетчи, Викс и другие получили от инвесторов сети BitClub не менее 722 миллионов долларов в эквиваленте. Гетчи, Викс, Абель и другие также вступили в сговор по продаже акций сети BitClub, которые были ценными бумагами, несмотря на то, что сеть BitClub не зарегистрировала акции в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Викс и Абель записывали видео и путешествовали по Соединенным Штатам и всему миру для продвижения сети BitClub Network. В одном видео заговорщик утверждал, что BitClub Network была самой прозрачной компанией в истории, которую я когда-либо видел. В другом видео Абель заверил инвесторов, что сеть BitClub слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа в размере до 250 тысяч долларов. Сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере до 250 тысяч долларов. Прокурор США Карпенита отметил заслуги специальных агентов и сотрудников оперативной группы ФБР в Лос-Анджелесе под руководством исполняющего обязанности заместителя директора по уголовным расследованиям штата дела Кюрн, специальных агентов налоговой службы под руководством специального агента по уголовным делам Джона Таффура в Нью-Арке и полевого отделения налоговой службы в Лос-Анджелесе под руководством исполняющего обязанности специального агента по расследованию дела. Любой, кто считает себя жертвой, может посетить веб-сайт, ссылка на сайт дана вот здесь, или веб-сайт Министерства юстиции, ссылка здесь, посвященный крупному делу. Там потерпевшие могут найти дополнительную информацию о деле, включая анкету, которую жертвы могут заполнить и сделать запрос. Правительство представлено начальником отдела Дэвидом Федером и помощником прокурора США Энтони Торнтори и Джейми Л. Хокси из отдела киберпреступности, а также начальником отдела Сары Девлин из отдела по возвращению активов и отмыванию денег прокуратуры США в Нью-Йорке. Обвинения и утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, если пока их вина не будет доказана. Итак, если подвести резюме, на территории США арестованы три человека, имеющих отношение к руководству компании BitClub Network. Два человека еще находятся в розыске, их имена не разглашаются. Трем арестованным предъявлены обвинения в создании финансовой пирамиды, но наличие обвинений еще не доказывает сам факт виновности. Факт виновности будет определять суд. Конечно, я и дальше буду следить за развитием событий, и если будет опубликована еще какая-то информация по данному делу, я переведу эту информацию на русский язык. Пожалуйста, напишите в комментариях, удается ли вам попасть в личный кабинет BitClub Network, а также, что вы думаете по поводу ареста данных трех человек. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.